37 этаж, с одной стороны горы и небоскребы, со второй стороны Черное море. Интересно, чем еще сможет удивить Батуми? В Батуми я приехала из Кутаиси на маршрутке. Вокзал там находится рядом с Макдональдсом. Дорога заняла чуть меньше трех часов и обошлась примерно в 5 долларов. Пейзажи по пути достаточно однообразные, зато на въезде в Батуми уже становится видно море. Маршрутка останавливается недалеко от старого центра, но мне нужно на новый бульвар, поэтому я беру такси и за 15 минут добираюсь до места. Интересное наблюдение. В Грузии очень много машин с правым рулем, их сюда привозят морем из Японии. Но чем же сразу удивил меня Батуми помимо этих машин? Контрастами. Тут тебе огромные новые небоскребы и тут же старые низкие хрущевки. И контраст разительный, и по размеру, и по состоянию. Но к жилью вернемся позже. Сейчас нужно поздороваться с моречком. Старый город Батуми самый популярный район. Находится недалеко от Черного моря и порта. Он застроен еще в 19 веке, но выглядит сейчас как новенький, поскольку все отреставрировано и ухожено. Если хочется отдохнуть от современных небоскребов, вам сюда. На знакомство с сердцем города хватит несколько часов. Здесь все достаточно близко и компактно. Что круто, что новые здания сделаны в причудливом стиле под старину. Кафешки уютные, отели респектабельные, храмы солидные. А это лабиринт желаний. Надо стать ножками на вот эту часть, пройти лабиринт, думаю о своем желании, и в конце прикоснуться к колонии. Говорят, там обязательно сбудется. Сейчас проверим. В этом лабиринте не заблудишься, но походить нужно как напоминание о том, что путь к мячей не всегда бывает прост. В самом конце прикладываешь ладошку в специально отведенное место и загадываешь свое желание. Готово! Самое время посмотреть свои апартаменты. Тем более, что я никогда не жила в таких небоскребах, и мне безумно хотелось попасть туда как можно скорее. Оказалось, это один из домов компании, который активно рекламируется у нас на радио. На ресепшн можно узнать базовую справочную информацию, типа пароль от Wi-Fi за чекиниться, если бронировал напрямую у них, и оставить вещи на хранение. Я бронировала не у них, поэтому просто дождалась, пока меня заберут, получила ключ и отправилась на 37 этаж смотреть свою квартиру. Конечно, одно из самых важных, что ждешь от квартиры на 37 этаже, это красивый вид. И он здесь был очень даже неплохой. Не прямо на море, поскольку там ты платишь раза в 4 больше за аналогичную квартиру, но тоже классный. С одной стороны было видно новенькие небоскребы, со второй просматривалось море. Правда, не повезло с видом напротив. Там была стройка и уже почти на уровне моего этажа. По закону подлости работали ребята даже ночью, а у меня штора не на все окно. Было несколько некомфортно. Но потом я сказала себе, Лена, успокойся, у тебя там нет ничего такого, что было бы видно на таком расстоянии. И расслабилась. Тем более, что в квартире было все необходимое, и даже больше. Поскольку я, например, в отпуске не готовлю, поэтому кухня с посудой мне совсем не пригодилась. Но большой душ, огромная кровать, мебели хватало. Поэтому за свою цену считаю, что квартира вообще идеальная. Вообще, вначале меня поселили в номере на 18 этаже, но парень, который заселял, увидел, что мне не сильно понравился вид из окна, а там было такое, выходишь, и прямо напротив твоего балкона находится стройка. Если так немножко посмотреть в сторону, то там где-то просматривалось море. И он говорит, просто это единственный номер, который уже успели поубирать. Я говорю, окей, стоп, а какие у вас еще есть варианты? Он говорит, есть еще на 37-м. Я говорю, хорошо, а что нужно, чтобы туда попасть? Он говорит, да, буквально подождать полтора-два часика. Естественно, я подождала, и тадам, какой у меня классный номер, и всего за 20 долларов. Хотя, таких номеров очень много однотипных, поскольку квартиры, я так подозреваю, продавались уже с ремонтом, с ремонтом одинаковым, потому что на фотографиях даже цветовая гамма везде похожа, везде все бело-синее. Поэтому есть смысл у тех же компаний спрашивать, есть ли у вас какие-то другие варианты, на каком этаже, возможно, чуточку погрустить, попечалиться, помечтать о красивом виде. Если у них есть что-то другое, то вполне возможно, что они вам предложат, потому что часто эти компании находятся прямо в этом же здании. Некоторые прямо с ресепшена дают свои квартиры, или как эти ребята, у которых я арендовала, у них там офис на одном из этажей, там я даже свои вещи оставляла бесплатно, потому что на ресепшен оставить стоит 10 лари, неважно, это на весь день или на один час. Поэтому надо входить, просить, выбирать, и такой вот классный номер будет ваш. Неожиданная фишка Батуми, близкая к морю и пляжу, взлетно-посадочная полоса в аэропорту. Именно из-за этого каждый день множество людей отслеживает расписание прилетающих и улетающих самолетов, чтобы приехать в конец нового бульвара и сделать крутое фото под огромным самолетом, который оказывается прямо над головой. Правда, если летом самолеты летают часто, то осенью приходится по несколько часов ждать следующего рейса. Хорошо? Море близко, есть чем себя занять. И если уж вспомнили аэропорт, то давайте на него тоже посмотрим. Он здесь маленький, находится близко к черте города. Сюда ходят маршрутки, но и такси мне обошлось всего в 2 доллара. Приезжать сильно заранее с целью провести время в дьюти-фри и чем-нибудь затариться смысла нет, поскольку там всего два небольших магазина. Батуми фантастически красивый город. Мне он настолько понравился, что я его, не стесняясь, внесла в список своих самых любимых городов. Возможно, благодаря бесконечной набережной. Но ведь она здесь просто нереальная. Широкая, чистая, светлая, близко к такому великолепному черному морю. Тут можно сутками гулять и не соскучиться. Шикарные новые небоскребы граничат со старыми цветными многоэтажками. При этом город активно строится и новые красивые домики появляются везде и постоянно. Вдоль всей набережной огромное множество всяких причудливых скульптур, памятников, фонтанов. Можно ходить и рассматривать бесконечно. Для детей есть игровые площадки, карусели, зоны развлечений, аквапарк. Если в одну сторону пойти, дойдешь в порт и старый центр, в другую попадешь в аэропорт. При этом на набережной везде выделено место для двух и более колесного транспорта. И аренда велосипедов и электромобилей всяких находится здесь же. Не хочешь идти пешком? Катайся! Помимо моря здесь есть и другие водоемы. Начиная от огромных озер с утками, заканчивая ручейками с красными рыбками. А вечером здесь показывают представление фонтанов. И даже есть китайский уголок с тематическим декором. Конечно, куда без вкусняшек. Кафе, рестораны, уличная еда, мороженое даже в холодное время года встречаются повсеместно. Что касается инфраструктуры самого пляжа, то тут есть все необходимое. Аренда шезлонгов, раздевалки, душевые, туалеты и все это в достаточно ухоженном состоянии. А еще здесь есть песики и на каждом углу предлагают сделать тест. Ну и конечно море. Кому для рыбалки, кому для купания. Оно здесь главная изюминка. Ну и конечно главная достопримечательность Батуми это пляж. Он тут длинный, широкий, классный, но есть несколько льонцев, которым лучше подготовиться. Первое это галька. Она тут достаточно крупная, по ней неудобно ходить, неудобно лежать, поэтому лучше иметь при себе аквашузы и какую-то мягкую постилку. Например, каремат или надувной матрас. Второй момент. Мы все прекрасно помним, как выглядит река Риони. Она такая серая, вроде бы в ней разводят какой-то цемент. И вот это вот реки все горные, которые впадают в Черное море, они слегка убивают его прозрачности. Оно чистое, там ничего не плавает, но оно такое слегка мутноватое. По поводу чистоты пляжа тоже нет никаких нареканий, то есть то ли тут так классно убирают, то ли люди наконец-то научились себя вести в общественных местах, но я тут не вижу ни осколков, ни окурка, ни каких-то недоеденных креветок. Еще один момент, который мне безумно нравится, то что здесь нет волнорезов. Иди, когда приходишь смотреть на море, ты смотришь действительно на море. А это немаловажно, когда, например, встречаешь закат. Ведь закаты это еще одна достопримечательность Батуми. Субтитры сделал DimaTorzok Закаты плавно переходят в яркие ночи, а они в Батуми яркие в любое время года. Все благодаря красочной подсветке на всех зданиях и интересностях. Первое, что бросается в глаза, это колесо обозрения, которое находится недалеко от старого центра. Считается одной из самых классных смотровых в городе, поскольку отсюда видно и горы, и море, и ближайшие районы. Рядом находится еще одно место, с которого открывается крутой вид. Это башня Алфавит. Правда, сюда советуют подниматься днем, чтобы лучше все рассмотреть. Один билет на лифт стоит чуть меньше 5 долларов. Наверху есть ресторан и кафе, откуда круто встречать закаты. Чуть дальше еще одна достопримечательность Батуми. Скульптура Али и Нино. Нет-нет, это не они. Вот они. Али и Нино – это живая скульптура. Влюбленные медленно движутся, то сливаясь друг с другом, то отдаляясь, чтобы через время снова встретиться. Высота каждой фигуры около 8 метров. Скульптура символизирует вечную любовь и понимание, рассказывая старую историю взаимоотношений представителей двух разных национальностей и религий. Очень символично и красиво за этим наблюдать. Немного в стороне от набережной можно найти еще одно колесо обозрения, но оно не простое, ведь находится на вершине небоскреба. К сожалению, сейчас не работает, но подсветка создает вокруг чарующую атмосферу и заметно колесо издалека. А если еще чуток пройти, становится слышен шум воды и громкая музыка. Это музыкальные фонтаны. Вот уж что завораживает, так завораживает. Можно бесконечно долго сидеть и смотреть на это представление, тем более, что музыка постоянно разная и по направлению, и по стилю. И что круто, такие фонтаны в Батуми есть не только в центре. Оказалось, прямо около моего дома, тоже есть один поменьше, но если не хочется идти в центр, несколько приятных минут можно провести и здесь. Тем более, что на фоне подсветки небоскребов шоу получается еще эффектнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, грузинская кухня это один из поводов приехать в эту прекрасную страну, но не хинкали и рулетиками с баклажанами едиными. Поэтому я решила попробовать что-то новенькое. Тут есть такая интересная шаурмешная, которая внешне напоминает один очень известный сетевой ресторан. И там такая очередь безумная. Постоянно много людей заказывают и ждут свой заказ получается. И в меню только шаурма. И там буквально, по-моему, один вид туркера какого-то и картошечка фри. Решила попробовать, почему же людей так много. Шаурма только со свининой. Или не той стороной положили, или до мяса еще нужно добраться. Очень даже неплохо. Их там было 4 вида по размеру. От 8 до 20 лари стоимости. И при заказе есть возможность заказать дополнительный кетчуп, перчик, майонез. Я вот зря этой функцией не воспользовалась, потому что немножко суховато. Но в принципе терпимо. Но хотя чуть-чуть соуса можно было бы и добавить. Но интересные места есть не только в Батуми. Но если проехать всего 20 минут, можно попасть в Ботанический сад. А рядом с ним и на пляже Зеленого мыса. Ботсад находится всего в 9 километрах от Батуми. И доехать сюда можно на городской маршрутке. Стоимость входного билета чуть меньше 5 долларов. На прогулку по саду следует выделить минимум 2-3 часа. А если ходить все детально рассматривать, то и весь день можно закладывать. Ведь здесь несколько разных региональных зон. Много табличек с пояснениями, указатели, мест отдыха. Есть даже беседки для организации небольшого пикника. Правда, за деньги. Стоимость пикника на одного человека чуть меньше 7 долларов. Естественно, это только возможность устроить трапезу на территорию Батсада. Напитки и еда сюда не включены. Если же не хочется ходить пешком, электромобили меньше, чем за 2 доллара прокатят по всему маршруту. Это еще и удобно, когда на Батсад нет возможности выделить много времени. Хотя тут стоит походить, посмотреть, понаслаждаться природой, тишиной, звуками птичек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы реально интересуетесь деревьями, то вам обязательно нужно посетить ботанический сад. Тут так классно все устроено, все зонировано. Понятно, что это за дерево, откуда оно родом. Если же вы просто, так как я, можете отличить дерево от куста или пальму от елки, то для вас это просто прекрасное место для того, чтобы отдохнуть пару часиков от жары. Но ехать в Батсад следует не только ради деревьев и вида на зеленый мыс. Здесь рядом находятся еще и потрясающие пляжи. Они так и называются, пляжи зеленого мыса. Говорят, название такое получили из-за зеленоватого цвета воды. Но видно это только с высоты. А так, шикарная прозрачная вода. Правда, песка нет, только достаточно крупная галька. Поэтому изящно охотить босиком не получается. В середине осени пляж пустой, людей практически нет. Зато в воде много дельфинов. Плавают почти у самого берега. А еще здесь можно встретить классные закаты, если остаться чуть-чуть на подольше. В Батуми такой классный даже не в сезон, что будь у меня 70 тысяч долларов, я бы обязательно купила себе здесь квартиру. А пока пойду монеток в море набросаю, чтобы вернуться.